Добрый день, я Таня Давыдова, понятный психолог. И в этом видео я поделюсь с вами рецептом, как идти к собственным целям и не останавливаться. Ко мне люди приходят за достижениями собственных целей тогда, когда у них самих не получается. И, вы знаете, я замечала просто, что часто причина одна и та же, допустим, обрести гармоничное отношение с мужем, да, или прийти в какой-то тонус в жизни. И они приходят и говорят, слушайте, ну тут у меня есть план, я понимаю, зачем я иду в эту цель, но у меня почему-то не получается идти. Я ругаю себя, я ощущаю себя неудачницей и вообще я не иду к этой цели. Как быть? Я расспрашиваю, а какая цель? И вот девушка говорит, я хочу улучшить отношения с мужем. Я уже вижу прям картинку, как мы с ним вместе на мягком диване вечером в обнимку лежим, смотрим кино. Я ощущаю такое взаимопонимание между нами, его глаза горят любовью ко мне. И я ощущаю благодарность и любовь к нему. И даже я уже написала план, поскольку я попрочла книжки умные, они меня тронули в самое сердце, да, и я знаю, что нужно благодарить мужчину, нужно одобрять мужчину. Я вижу, что я этого не делаю вообще. И я себе даже наметила план, там, 10 благодарностей я ему сообщаю в день. Но я начинаю это делать, у меня ничего не получается. Или такая цель, как девушка говорит, что я понимаю, в какую физическую форму мне важно попасть, зачем мне это нужно, да, я прямо чувствую эту легкость, эту подтянутость, да, я буду влазить в свои джинсы, да. Я понимаю, для того, чтобы мне прийти в эту цель, мне нужно, там, 5 раз в день бегать, допустим, да. Я наметила все расписание, выделила время, но по факту бегаю, там, 1-2 раза. И она по этому поводу грустит, переживает, записала себя в неудачнице по этому поводу, вот и пришла ко мне, как бы, как же ей с собой работать. Когда я узнаю, а насколько вообще реально 5 раз в неделю бегать, да, или насколько реально 10 благодарностей ему хуже в день, да, девушки задумываются и говорят, ну, в принципе, теоретически возможно. Ага, в принципе, теоретически возможно. И обычно, когда мы планируем эти изменения, да, мы на подъеме находимся, понимаете, мы в такой легкости, мы хотим, и мы себе раз и планочку хоба, и подняли очень высоко. А потом идет обычная жизнь, заболел ребенок, на улице дожди, осень, да, много работы. И мы сбиваемся с этого ритма и не можем выдерживать такой темп. И ругаем себя, и у нас есть ощущение, что мы не идем к своим целям. И я прям замечала, что периодически это повторяется. То есть люди загоняют себя в такие условия, ставят такую высокую рамку, до которой не могут допрыгнуть, потом переживают, огорчаются и отказываются от цели. Просто расписываются в неспособности, да, достичь вот этой цели. Поэтому я вам сейчас расскажу, если нечто подобное у вас есть, да, вы... Вот отзывается то, что я говорю сейчас, да, то я вам сейчас поделюсь просто с вами способом, как идти к собственной цели, не теряя самоуважение. И вы знаете, способ ведь на самом деле достаточно простой. Нужно иметь не один план, как это у нас обычно бывает, а три. И вот тот план, который мы себе составили, он на самом деле план максимум, да. Ведь если все прекрасно получится, и у нас будут силы, и погода будет прекрасная, и эти не будут болеть, и кучи работы не будет, тогда мы действительно бегаем пять раз в неделю. Еще нужно иметь план минимум, это когда все плохо. Тот минимум, который вы сделаете и поставите себе галочку, вот и скажете, я все равно молодец, я все равно двигаюсь к собственной цели. Допустим, бегать один раз в неделю. Согласитесь, это возможно. И план оптимум, это когда, ну, в целом все окей, да. Это, допустим, два-три раза в неделю бегать. Что вы получаете, когда у вас возникает три плана? Самое главное, сколько бы вы не пробегали в неделю, или сколько бы благодарности вы мужу сделали десять, как план максимум, или две, как план минимум, или три-пять, допустим, как план оптимум, вы все равно двигаетесь. У вас все равно есть ощущение движения, что вы идете, что вы молодец, понимаете. У вас растет самоуважение и сила. И это самое главное, потому что мы останавливаемся, когда мы не верим, что мы вообще дойдем. А когда у нас есть эта сила и уверенность, нам по плечу любая цель. Что мы получаем самого главного, когда у нас есть три плана? Мы получаем движение к нашей цели. Даже если мы сделали одну благодарность мужу, или мы один день бегали в неделю, у нас есть понимание, что я все равно сделала, я все равно молодец, я все равно иду к этой цели. И нам это дает силы и веру, что я дойду, понимаете. А это самые два главные компонента для того, чтобы достичь любую цель. Идите, не останавливайтесь, двигайтесь, и все у вас получится.